Город без наркотиков Безысходный притон. Родителям, как и всем алкашам, плевать на своих детей, а дети и не представляют себе другой жизни. В такой ситуации единственный шанс что-то изменить, это вырвать человека из привычной ему кошмарной действительности. И даже не очень важно куда, здесь и тюрьма только во благо. Также совместно с Нижне-Тагильским линейным отделом внутренних дел приделали с героином... Шмаков Алексей Евгеньевич. Мама-то знаешь, что ты наркотики употребляешь? Нет. Вообще не знаю? Нет. Тебе стыдно? Да. Мама-то не жалко? Жалко. Стрелок – ведомственная охрана железнодорожного транспорта с лицензией на ношение оружия. Хотя уже бывший стрелок, теперь просто наркоман. Вот так люди и ломают всю жизнь. Наркотики не приносят ничего, кроме проблем. Причем проблем сразу везде. Со здоровьем, на работе, на личном фронте. У любого человека есть жизнь. Она интересная, сочная, наполненная различными событиями. А наркотики ее заканчивают, потому что они совершенно несовместимы с жизнью. Во вторник совместно с 4-й ротой полка ДПС УВД поймали распространителей курительного дерьма. От информаторов фонда узнали, что они поехали продавать отраву и пристроились по пути за их машиной. Эти зверьки, видимо, своими инстинктами почуяли опасность и пытались уйти дворами. Во дворах мы их и приделали. Один из говнокуров... Похоже, уже совсем прокурил мозги. И смысл им сказанного буквально за секунды менялся на совершенно противоположный. Наркотики употребляешь? Нет. Ранее употреблял? Нет. Но у тебя сейчас вид неадекватный. Что ты можешь на этот вопрос ответить? Замерз. Замерз? Может, привычка осталась с тех времен? Когда употреблял? Ты же не употреблял. Ты же не употреблял. Я сейчас сказал, что раньше было. Раньше употреблял, да? Второй пытался рассказывать сказки. Наркотики употребляешь? Нет. Но когда услышал, что его говнодруг сделал правильные выводы и уже дает на него показания, то он же быстренько поменялся и начал сдавать всех, кого знает. Говнокуры всегда так поступают. Работаем дальше. И опять Альмашевское дно. Притон по адресу Замятина 34, квартира 42. Очередные аномальные ситуации. Наркоманка, 26 лет. Дома у нее 5-месячная дочь, которой очень нужно материнское тепло. А мать на Притоне пришла у колодца дерьмом, от которого люди умирают в течение года. Кто-нибудь может понять, для чего она рожала ребенка? Также еще один замученный жизнью крокодил, с не очень подходящей для рептилии фамилией. Самое симпатичное создание на этом Притоне – крыска в клетке. В четверг, по сообщениям на пейджер 002 «Абонент без наркотиков» зашли на Притон по улице Росточная, 35А, квартира 70. Довольно аккуратная квартира для обители крокодила. И позже стало ясно почему. Организатор Притона живет здесь с мамой, и как только мама уходит на работу, ее 32-летний сын Балбес воображает себя кроликом из мультфильма про Винни-Пуха и впускает своих, совершенно свободных до своей последней пятницы, друзей крокодила. От информаторов фонда узнали, что в микрорайоне Химаш некий Дмитрий продает амфетамин. В субботу нашли под него закупщика, но он, видимо, что-то почувствовал и поменял место встречи, что минут на 15 отсрочило его поимку. Хотя он быстро нашел в своем залете положительную сторону. Видимо, от осознания этого у него очень поднялось настроение. Где меня, Дмитрий Юрьевич? Где он, Дмитрий Юрьевич? Почему демон нафра? Где меня? Пацаны, слушайте, не курили легалку. Мы сдохнем от меня скоро все. Я вам говорю. Вот это вам покажи. Мы реально сдохнем. Нас китайцы травят, пацаны. Я вам говорю. Все, сняли? Дима, ты такой смешной, а? Вообще смешной, я знаю. Мне все пацаны говорят, что я смешной. Как бы девчонки тоже. Смех, сквы слезы у тебя скоро будет, я чувствую, мальчик. Да, я осознаю. И еще как бы сейчас на следующий год погнать, тихнать на бухгалтером. Ну правильно, торгуешь в бухгалтере. Ты обязательно хороший специалист. Да нет, серьезно. Хочется надеяться, что он сделает какие-то выводы из первого залета. И больше нам не попадется. В воскресенье зашли на Маковый притон по адресу улицы Чехова 4. Некий Чернышев Владимир Владимирович. Не просто варит мак, а еще и совмещает. Здесь что делаешь? Работаешь? Да, на смене. На смене кем работаешь? Сторожем. Сторожем? Чего? Ну ладно, за гаражами смотрим. Тут же находятся его сменщики. Тебе не смущает то, что тут находятся посторонние лица, не относящиеся к охране? И вместе с тобой тут изготавливают мак. Ну они тоже работают, просто смены не их нет. Тоже работают? Нормальный такой коллективчик подобрался. Вот, наверное, единственный охранник, на которого можно надеяться. Так прошла очередная неделя. Больше половины операций еще продолжается. Поэтому пока мы о них не рассказываем. Обязательно сообщим позже. Будем и дальше работать. Всем привет. Берегите свою жизнь и здоровье. Также напоминаю о нашем пейджере 002 абонент без наркотиков. Телефон 8 953 400 953. Сообщайте о фактах и местах наркоторговли.